Здравствуйте! В студии столицы Нижний Евгений Деревянко. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу сегодня в выпуске. Борьба с непогодой. Справляются ли дворники и техника с уборкой снега? ДК имени Ленина отреставрирует, но сохранит ли он свою прежнюю социальную функцию? Дарите книги с любовью! Глава города Иван Корнилин принял участие во всероссийской социальной акции. Сегодня глава советского района Владимир Исаев провел осмотр техники и проверил готовность дворников районного Дука, которые задействованы в уборке придомовых территорий. Владимир Исаев знакомился с маршрутами подвижной техники, с объемами работы дворников. Какую оценку по итогам объезда поставил глава района, расскажет Алексей Рожин. Добрый день! Как зовут? Маршрут свой знаешь? Так начинается утро Владимира Исаева, нового главы советского района. Района, который каждый раз признают одним из самых плохо убранных районов в городе. Новые власти пытаются переменить тренд, для этого в ручном режиме следят за контролем качества уборки. Сегодня, например, осмотрели технику и проверили готовность дворников, задействованных в уборке придворовых территорий. Если мы видим, то вот этот дворник снегобат, скорее всего, не закончится до конца дня. Так что работа будет организована, техника круглосуточно, а дворники будут работать в том режиме, в каком они уже привыкли. То есть пока не уберут свои дворовые территории, закрепленные территории, то же самое никуда не уйдут. Глава района отметил, что техника в хорошем рабочем состоянии, несмотря на то, что работает в режиме нон-стоп. Этого количества достаточно, чтобы дворы советского района были ухоженными. При этом остаются вопросы по содержанию дорог. Кстати, Владимир Исаев уверен, что снег, который шел всю ночь, это отличный тест-драйв для коммунальщиков. Дома управляющая компания, ну не принято говорить отлично, не принято говорить хорошо, но я не побоюсь сказать, что дом управляющая компания представила и технику, и персонал в хорошем состоянии. В усиленном режиме коммунальщикам предстоит проработать еще и ночь, так как по прогнозам снег будет идти до позднего вечера. Алексей Рожин, Илья Васенин, столица Нижний. С 1 июля 2017 года жители Нижегородской области будут платить за коммунальные услуги в среднем на 4,5% больше. Тарифы на электроэнергию вырастут на 5%, плата за газ поднимется на 3,9%. Окончательная стоимость услуг ЖКХ во многом будет зависеть от набора потребляемых услуг. Максимально в Нижегородской области плата за электроэнергию, теплоснабжение и водоотведение может вырасти на 12,3%. Таков предельный тариф, установленный региональным правительством. Эти цифры были сегодня озвучены на пресс-конференции представителей сферы ЖКХ. Все подробности в сюжете Инны Мартыновой. С 1 июля 2017 года жители Нижегородской области будут платить за коммунальные услуги в среднем на 4,4% больше. Тарифы на электроэнергию вырастут на 5%, плата за газ поднимется на 3,9%. Окончательная стоимость услуг ЖКХ во многом будет зависеть от набора потребляемых услуг. У кого есть газ, у некоторых электроплиты. Соответственно, с электроплитами, там другие тарифы даже на ту же самую электроэнергию по сравнению с домами, с газом. У кого-то есть горячая вода, у кого-то нет горячей воды. У кого-то горячая вода по открытой схеме водоразбора. Там другие расценки. Поэтому набор коммунальных услуг у большинства домов разный. Поэтому мы говорим только о средней цифре роста. Фактически, росты на домах могут быть совершенно разные. Может быть и 2%, а может быть у кого-то и 8%. Правительство Нижегородской области установило предельный рост тарифов на уровне 12,3%. Так, максимально в регионе может измениться плата за электроэнергию, теплоснабжение и водоотведение. По сути дела, это порог, превышение которого в случае единичного, если этого произойдет, соответственно, бюджет этого не допустит, то есть муниципалитет не допустит и компенсирует это превышение за счет бюджета. При том, что механизм субсидирования в чистом виде, это механизм компенсации роста платы для малой мощи граждан, который осуществляется в рамках областного законодательства, он сохраняется. С 2017 года изменился порядок проведения перерасчета за энергоресурсы при временном отсутствии потребителя. Если раньше собственнику достаточно было принести подтверждающие документы, теперь придется либо установить индивидуальный прибор учета, либо доказать, что для этого нет технической возможности. Повышающие коэффициенты правильно определили, коэффициент полтора. Раньше была такая норма, что каждые полгода эти коэффициенты повышались. Там сначала был 1,1, потом 1,2. С нового года убрали всю вот эту градацию. Сейчас повышающий коэффициент полтора. В том случае, если прибор учета должен быть установлен, но не установлен. Также с этого года изменится плата за коммунальные услуги в тех квартирах, где никто не прописан. Теперь она будет начисляться, исходя из количества собственников помещения. Все эти меры, по мнению законодателей, позволят использовать ресурсы более рационально. Инна Мартынова, Илья Васенин, столица Нижней. В здании ДК имени Ленина будет располагаться современный студенческий кампус. На рабочем совещании, посвященном реставрации объекта с участием депутатов и представителей инвестора, стороны договорились сохранить его социальную составляющую. Инвестор будет реставрировать ДК имени Ленина полностью за счет собственных срез. Предполагается, что в здании будет располагаться современный студенческий кампус с библиотекой, досуговым и молодежными центрами. В настоящее время обследование здания проходит. К концу 2017 года будет завершена вся проектная документация. К 2018 году будет отреставрирован фасад. Потом начнется реконструкция. И к 2021 году, то есть к 800-летию Нижнего Новгорода, планируется завершить строительные работы. Это инвесторный контракт, в рамках которого город предоставляет это помещение с условием сохранения исторических всех обязательств. А уже инвестор вкладывает деньги для того, чтобы в этом центре сделать такой уже интересный проект. Вместо Валентина книги сегодня в областной детской библиотеке глава Нижнего Новгорода подарил юным нижегородцам художественную литературу в рамках всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Иван Корнилин по просьбе сотрудников библиотеки вручил школьникам издания, о которых они мечтали. Книгу про богатырей, энциклопедию Древней Руси и книгу по географии. Сразу вспоминаешь свое детство и юность, как сами ходили в библиотеку с друзьями, в очереди стояли за интересными книгами, читали разные и фантастику, и приключения, потому что так было всегда. Поэтому я хотел сегодня сказать славу и благодарность нашим библиотекам, библиотекарям, это как их называют, навигаторы в океане литературы, которые ведут как навигаторы детей, потому что привить ребенку, чтобы он читал, не только от родителей зависит, но очень много библиотекарей. Наверное, ребенок, уходя из библиотеки, запоминает то, в чем он сам поучаствовал. Поэтому сейчас бешеной популярностью пользуются и мастер-классы, и интерактивные площадки. Если он вынесет с собой какую-то там открытку, сделанную им с изображением героя литературного, конечно, он эту книгу, этого литературного героя запомнит. Если он там поучаствовал в квесте, они тоже очень сейчас популярны, то он, конечно же, эти книги, этих героев, как он переживал и бегал, он тоже все это запомнит. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Следите за новостями на нашем сайте stnmedia.ru. Я желаю вам всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok